Такой вопрос вы мне задаете, достаточно такой. Ну, вот допустим, смотрите, у меня была недавно тоже такая ситуация, когда мне попросили о помощи помочь ребенку. Ребенок умирал, ему надо было найти средства на операцию. Я как публичный человек, у меня достаточно связи, средства, и я, естественно, стала людей подключать к этому всему делу. Да, но была ошибка заключена в том, что надо непосредственно звонить по этому номеру телефона, а лучше вообще проверять, действительно ли человек болен, или, может быть, это просто уловка, и человек тем самым просто на сострадании пытается тем самым себе забрать денежные средства. Это очень плохо, таких людей надо наказывать, я считаю, потому что, допустим, люди... Я тоже, да, я пожертвовала, но мне стало больно, потому что человек... То есть я отдала эти деньги непонятно кому. Я хотела отдать это ребенку, а получилось, что я отдала это вообще никому. Человек у меня, в моей душе, да, он в очередной раз посеял семя сомнения, и я начинаю, да, тем самым они как бы прогрессивны, ну вот эти мошенники, я их называю такие, они вот такими своими выходками делают людей грубее. Мы становимся более... мы не верим, что это правда, мы думаем, что это опять очередная уловка. Ну то есть они нас вводят в заблуждение. Таких людей надо очень наказывать, я считаю, даже сажать по-хорошему, потому что это неправильно. Нельзя на чужом горе строить свое счастье, ну как-то это неправильно.